Гжель вчера, сегодня, завтра. Под этим названием состоялся конкурс дизайн-проектов и творческих инициатив. Его миссия – популяризация территориального образования Гжели как носителя уникального культурного наследия. Все видят, что должны быть точки роста, которые в Московскую область привлекут и туристические потоки, и это будет интересно. Но для Московской области таких мест много, и они сейчас приобретают новое лицо. У Гжели, видно, тоже подошел свой черед для того, чтобы вспомнить ее историю и дать новый импульс для развития. Конкурс состоялся по инициативе Российского союза туриндустрии и союза дизайнеров России при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства промышленности и торговли. Нам нужен туристический кластер, нам нужны аттракции, нам нужен регион, в который мы можем привести и иностранцев в том числе. Вы сейчас понимаете, как выглядит регион, у него нет единой концепции, нет, скажем так, въездной группы, нет единого целого. Вот нам нужно вот это, очень органичное, очень красивое, единое целое. И тогда, я считаю, что у данного региона достаточно большой туристический потенциал. Это символ России, который узнаваемый. И я могу сказать, что недавно ансамбль «Гжель», который также ассоциировался с данным производством, был в Китайской Народной Республике. Они прекрасно ее знают, они называют «Синяя ваза». Мы очень удивлялись, но написали «Синяя ваза», ансамбль «Синяя ваза». Так вот, эта «Синяя ваза» очень узнаваема и за рубежом, и, конечно же, поддержка таких проектов в первую очередь зависит от самих городов, районов, регионов. Потому что если просто сидеть и ничего не сделать, то, конечно, ничего не получится. В рамках панельной дискуссии обсудили туристический потенциал «Гжели» и перспективы развития территории для создания актуального, востребованного продукта при сохранении идентичности промысла. На перезагрузку участники приехали с готовыми идеями. К примеру, студенты строительного университета из Москвы предлагают выпускать одежду. «Поскольку сейчас одежда является большим кластером культурным у молодежи, мы решили представить какие-то товары, допустим, футболки, сумочки, худи те же самые, с каким-то логотипом, который был переработан из узоров гжели, с цветом гжели. Это, конечно, все написано на латинице, но у нас, по идее, должна быть надпись «Гжель» здесь, чтобы было это все читаемо. То есть и культурность сохраняться должна. Важно, чтобы уникальные изделия гжельских мастеров стали украшением не только Московской области и России, но и многих стран мира. И мне кажется, вот эта теплота гжели как раз и ассоциируется с тем, что мы видим в традиционном ее виде, сине-голубое гжели, которое все видят. И будучи как-то в Аранжевских Эмиратах, это было лет 15 назад, я проходил по большой такой, у них есть комплекс, называется Дейра-Стрид улица, да, и на ней там различные магазины. И заходишь, и в одном из магазинов увидел гжель. Моя реакция на это. Это же гжель, это же наше, смотрите, это наше. Мы видим замечательно организованную среду, где стоят изделия гжельских художников. Это уже шаг вперед, потому что выставить изделие на полку и гордиться этим, это полбеды. А нужно создать среду. Вот пример замечательно организованной среды. И даже проекты дизайнеров молодых, они уже дают мотивацию по-новому посмотреть. В формате телемоста к дискуссии присоединились представители народных промыслов и эксперты из разных регионов России и ряда стран. Гости мероприятия уверены, перезагрузка бренда к желе произойдет. Мы рады, что данное направление, оно востребовано. У нас учатся ребята и из Узбекистана, и из Казахстана, и из Таджикистана. Ну вот, как бы, Латинская Америка очень много. Мы планируем выходить на европейский формат, хотя у них там тоже своего много и в Италии, и во Франции, да, в Испании. Но мы надеемся, что те возможности, которые мы даем, потому что в нашем университете полностью все производство, оно подготовлено для того, чтобы работать от самого начала, от эскиза до конечного продукта. Если говорить про саму кжель, то здесь все есть. Свои мастера, огромный опыт и замечательные истории, которые длится не одно столетие, которые может сделать Раминский городской округ интересным и привлекательным для туристов. Андрей Пластунов, Елена Цыганова, Ольга Захваткина для программы Градские вести.